Краткая выдержка из-под видовой программы людей, родившихся 28 января невисокосных годов. Информация представлена на женском примере и выборочно взята из каталога человеческой популяции. Рассматриваемую даму можно назвать разными эпитетами, но самым точным будет определение «реформатор». Конечно, реформы как таковые могут носить разнообразный характер. Но в данном случае перед нами реформатор как разрушитель или преобразователь от культуры. Одной из основных функций данной дамы является преобразование. А оно, как коренная переделка чего-либо, всегда связано с большей или меньшей степенью разрушения. Ведь чтобы построить новое, всегда необходимо сначала освободиться от старого. Преобразование в ее случае является не только переходом из одного качества в другое. Иногда прямо противоположное, что в принципе стандартно. Но оно направлено на личность. Иными словами, данная дама специализируется на преобразовании людей. Преобразование как процесс, имеющий свои четкие алгоритмы, правила, цели и методы. Только в данном случае окрашен специфическими особенностями именно этого человека. Одной из них является то, что она придает новый вид или качество тому или иному человеку посредством оккультуривания. Или вернее того, что лично ей представляется оккультуриванием. Другой особенностью является то, что предпочтение отдается исключительно людям неординарным. А еще лучше – тем, кто попадает под категорию выдающихся. И чем в большей степени необычным, талантливым, ярким будет, метафорически выражаясь, полено, тем интереснее для этого своеобразного папы Карла. Тем интереснее, собственно, видится работа над преобразованием его в Буратино, таким, как она его видит. Надо отметить, выбор объекта производится достаточно четко, так как эта дама от природы обладает встроенным внутренним прибором, который среди двух и более объектов практически безошибочно определяет их величину, то есть масштаб, и выбирает более крупный. Конечно, и она порой может ошибиться, приняв за крупный объект, к примеру, раздувающийся от самоощущения собственной важности какое-нибудь ничтожество, или просто хорошо играющего актера, играющего роль великого. Однако это случается нечасто. И, как уже говорилось, чем масштабнее, талантливее, величественнее, грандиознее человек ей встречается, тем сильнее у нее вспыхивает желание его преобразовать. Если данной даме попадается на пути действительно гениальная личность, то она будет нивелирована, доведена до уровня, как говорят, серой посредственности, любыми путями. Можно не сомневаться, что попадись ей в свое время тот же Эйнштейн, его бы сейчас никто не знал, так как он бы, как видный ученый, просто не состоялся бы. Необходимо отметить также, что данный принцип работает и в отношении коллективов. Любая выделяющаяся из общей массы сообщества личность станет любыми путями либо приводиться данной дамой, так сказать, к общему знаменателю, либо изгоняться, либо вовсе уничтожаться. Ее усилия будут направлены на то, чтобы коллектив состоял из совершенно равноценных, совершенно равнозначных по массе, свойствам, масштабу индивидуумов, которые, конечно, уже не могут быть причислены к категории личностей. Скорее, благодаря ее преобразованиям, могут быть отнесены к разряду общей массы, причем достаточно примитивных форм, как составляющих единого общественного организма. И все это будет называться словом «жизнь». Эйнштейнов, считает она, в коллективе быть не должно. Люди, считает она, должны быть преображены в единое целое, подобно траве на футбольном газоне. А если на поле вдруг вырастет дерево, то его, естественно, необходимо либо выкорчевать, либо спилить. Все это сильно напоминает ситуацию, в которой любители музыки берет и переделывает действительно гениальное музыкальное произведение в шлягер, рассуждая, что это будет действительно народный продукт, массовый, популярный. К примеру, в каком-нибудь научно-исследовательском учреждении она регулярно станет организовывать самые разнообразные общественные мероприятия, фактически саботируя основную деятельность, отвлекая, собственно, от исследовательской работы, а, следовательно, от возможности кого-то выйти за пределы серой массы благодаря новым открытиям или достижениям. Цель – распилить, разрушить и в итоге фактически навеки низвести индивида до масштаба еще одного маленького винтика в большом механизме под названием «общество», сделав объект воспитания попадающим под категорию «как все», серой массы, удобным в употреблении общественным продуктом. Именно этот процесс, который принято называть словом «социализация», и является жизненной задачей рассматриваемой личности. Еще одним свойством ее преобразования является то, что она выступает в роли прокурорства ложа, безжалостного, ломающего конечности тех, уложенных в него, которые оказались больше заложенных стандартов и насильно вытягивающего конечности тех, кто не дотягивает до принятого в обществе эталона. Словом, все действия данной дамы направлены на то, чтобы любая, что называется, белая ворона, была либо перекрашена в правильный цвет, либо уничтожена. И это ей как нельзя лучше удается. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности, и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, то вы можете это сделать на сайте humanpopulationacademy.org. Субтитры создавал DimaTorzok